Здравствуйте! Вы смотрите программу события в студии Виктория Шаре. Мужчина, который распространял поддельные квитанции за услуги ЖКХ, готов вернуть самарцам 120 тысяч рублей. Почти 50 жителей областной столицы оплатили поддельные платежки. По данному факту возбудили уголовное дело. Подробности коммунальной аферы у Павла Баймакова. В сентябре 2012 года почти 50 жителей Самары стали жертвами мошенничества. Перечислили от полутора до трех тысяч рублей по поддельным квитанциям за услуги ЖКХ. Схему придумал самарский предприниматель. Образец квитанции подсмотрел в интернете. Тираж распечатал в типографии. Около 400 тысяч экземпляров. Мужчина зарегистрировал в налоговой ООО «Управляющая компания». Курьеры разносили платежки по почтовым ящикам, чтобы усыпить бдительность граждан. Раскрыть грандиозную аферу помогла служба безопасности банка, куда самарцы несли свои кровные, и курьерская фирма. Им квитанции показались подозрительными. Были установлены места хранения вот этих квитанций на оплату жилищно-коммунальных услуг. Всего их было изъято около 370 тысяч штук, по которым предполагалось, что граждане переведут или оплатят коммунальные услуги на счет одной из фирм. Название этой фирмы ООО «Управляющая компания». Около 30 тысяч квитанций все же разошлись по адресам. Пути отхода мошенник продумал заранее. На подделке к мелким шрифтам указал, что денежные средства перечисляются по договору дарения. Это не помогло. Мошенничество в особо крупном размере. Так полиция квалифицирует это преступление. Данный гражданин готов возместить ущерб, который он причинил пенсионерам, людям, послав в их ящики эффективные квитанции. Он готов полностью возместить ущерб. Он на сегодняшний день полностью идет на контакт со следствием. Вину свою в содеянном признал полностью. Подозреваемый находится под подпиской о невыезде. Автор офера «Женатор» ранее не судим, имеет свой бизнес по реализации продуктов питания. Придуманная им схема дает пищу для размышления. Полицейские продумывают механизм, как вернуть самарцам деньги. Ольга Морозова, Павел Баймаков, ГИС-события. 40 уголовных дел по нарушению в сфере ЖКХ. Таков итог 2012 года. Полиция и прокуратура должны усилить надзор в этой сфере, заявил губернатор Николай Меркушкин. Государево ОКО на страже законности и правопорядка. 12 января в России день работников прокуратуры. Даже в праздник прокурорам некогда почивать на лаврах, хотя раскрываемость преступлений увеличилась на 1%. Поздравляя сотрудников прокуратуры, губернатор обозначил болевые точки. По мнению Николая Меркушкина, правоохранительная система в регионе явно расшатана. Самарская область – лидер по количеству обманутых дольщиков. В сфере ЖКХ с приходом частных компаний все чаще работают мошеннические схемы. Правоохранители не должны смотреть на это сквозь пальцы. Когда стали в том числе до меня поступать информация, причем поступать информация в том числе от рядовых людей, от рядовых людей, что идут процессы там переброски с одной компанией, управляющей на другие компании, там в одном месте готовится 300 миллионов, потом в банкротство компания банкротит и повесит 300 миллионов рублей. И люди, которые платили за ЖКХ, они бы оказались в том положении, которое платили за квартиры. Ситуация меняется. В прошлом году возбуждено более 40 уголовных дел в сфере ЖКХ. В регионе в разы увеличилось количество дел о коррупции. Важнейшим направлением борьбы с преступностью в ушедшем году оставалось и противодействие коррупции. Государственное обвинение в судах квалифицировано, поддержано более чем по 20 тысячам уголовных дел. Только за прошлый год сотрудники прокуратуры выявили 150 тысяч случаев нарушения законов. Особо отличившиеся сотрудники получили почетные грамоты и благодарности губернатора Самарской области. Еще несколько человек отметили наградами от имени генерального прокурора России и повысили в звании. Марина Матвеевшина, Дмитрий Тарасов, ГИС События. Раньше не хватало машин, теперь бригад. В Самарской области дефицит врачей и скорой помощи. Несколько десятков корет скорой фактически простаивают. Теперь об этом открыто говорят специалисты регионального Минздрава. Этот недостаток сказывается на обслуживании населения. Когда скорая помощь станет по-настоящему скорой, Мария Иваткина выясняла. От 5,5 тысяч до 6 тысяч 400 рублей. Зарплата врача скорой помощи в зависимости от категории. Фельдшеры в среднем получают 4 тысячи рублей в месяц. Бывают премии раз в квартал. За эти деньги медики ежедневно выезжают и спасают жизни. Но работать готовы не все. Скорой помощи не хватает специалистов, врачей, фельдшеров, диспетчеров, водителей. На каждые 10 тысяч человек одна карета скорой помощи. То есть получается на город Миллионник порядка 100 машин скорой помощи. С учетом того, что есть специализированные бригады, то есть разные формы подсчета, где-то от 85 до 100 машин должно выходить ежедневно на линию. У нас выходит 42-46. И это не недостаток машин, а недостаток кадров. Недостаток бригады вынуждает диспетчеров делать выбор. На какой вызов ехать надо срочно, а кто может подождать. Например, инфаркт и инсульт – это первая категория, которая не требует отлагательств. А вот пациенты с высокой температурой или переломом ноги могут подождать. У Людмилы Ледневой открылось кровотечение желудка. Вызов первой срочности. Женщине повезло. Скорая приехала за 15 минут. Вызвали скорую помощь. Быстро приехала. Там от госпиталя инвалидов войны. И сразу ребята определились, меня сюда доставили. Сразу помощь оказали. Крытечение перестановили, температуру сбили. Я уже минут через 20 спала, как ребенок. О повышении зарплаты врачам в областном Минздраве пока не говорят. Зато с этого года вводят бесплатное обучение и повышение квалификации для выпускников медицинских вузов. Заниматься этим будет Центр медицины катастроф. Под его крыло перешли 4 станции скорой помощи. Самарская, Тольяттинская, Сызранская и Новокубышевская. За счет молодого пополнения рассчитывают покрыть кадровый дефицит. Мария Иваткина, Валерий Шаронин. ГИС. События. Скорость важна не только при спасении жизни, но и при уборке города. За праздничные дни с улиц города вывезли более 20 тысяч тонн снега. С 1 января на уборке дорог и тротуаров каждый день работало 250 единиц спецтехники. По данным городского департамента благоустройства и экологии, на борьбу с гололедом израсходовали почти 3 тысячи тонн смеси песка и соли и более 100 тонн бионорда. Вывозить снег с территории города продолжают и сейчас. Ночью на проспекте Ленина оживленно, как днем. Спецтехника вышла на борьбу со снегом. Хоть снегопады прекратились, территорию города продолжают убирать ежедневно. Задействованы 9 единиц техники, то есть это 2 погрузчика, МТЗ-счетка, которая заметает непосредственно за ними. Мультикар, который обрабатывает тротуары в данный момент по СС. Также находятся 5 самосвалов. Каждый день на очистку города от снега выходит 60 машин. Каждая делает не меньше 10 рейсов. С конца декабря в Самаре очистили 127 улиц, вывезли больше 40 тысяч тонн снега. Собранный снег самосвалы вывозят на 5 специальных полигонов. Вывозка снега осуществляется в основном с основных дорог магистрали, где ходит общественный транспорт, где у нас интенсивные движения. Это узкие улицы старой исторической части города. И, соответственно, в рамках ГОСТа по содержанию автомобильных дорог, перекрестки, пешеходные переходы и развороты улиц. Хотя снегопада в ближайшее время синоптики не обещают, убирать снег с самарских улиц городские службы продолжат в ежедневном режиме. Займутся и гололедом. На вооружению коммунальщиков песко-слиная смесь и реагент Бионорд. Лариса Шлафаст, Станислав Левин. ГИС События. Антигололедная смесь особенно пригодилась сегодня утром. Авария произошла на водопроводных сетях. В районе улиц Советской Армии и Канатного переулка жилые дома остались без воды. Из-за порыва долгое время холодная вода вытекала на проезжую часть и замедлила движение транспорта на оживленном участке дороги. Советская Армия 70, если быть конкретным вот этот адрес. Значит, мы рассчитываем закончить работы к 18 часам. Чтобы реже рвался водопровод, самарские сети ждет глобальная модернизация. Самарские коммунальные системы вступили в свои права. С Нового года эта компания отвечает за водопровод и канализацию областной столицы, заменив муниципальное предприятие «Самара Водоканал». Об инвестициях и коммуникации узнавала Лариса Шлафаст. За водоснабжение в областной столице теперь полностью в ответе самарские коммунальные системы. Новая компания получила всю необходимую документацию и приняла в штат специалистов муниципального предприятия «Самара Водоканал». В первую очередь самарские коммунальные системы будут бороться с долгами. Дисциплина оплаты нашими потребителями, нашими абонентами услуг водоснабжения и водоотведения пока оставляет желать лучшего. Порядка 30% от объема реализации, то есть от той суммы, на которую были оказаны услуги в 2012 году, во второй половине 2012 года, порядка 30%, это примерно полмиллиарда, у нас существует такая задолженность. В злостных неплательщиках числятся управляющие компании ТСЖ, ЖСК и население. Особенно часто не платят частный сектор. К нарушителям будут предъявлять жесткие меры. Мы, начиная с 2013 года, планируем предъявлять пене бытовым абонентам. Раньше такой практики не было в городе. Но мы тем самым планируем повысить платежеспособность именно среди населения. Вторая основная задача на 2013 год – реконструкция и модернизация системы водоснабжения. В ведении компании находится больше полутора тысяч километров водопроводных труб. И почти все это хозяйство в ветхом состоянии. Износ больше 80%. На капитальный ремонт в 2013 году запланировано потратить больше 40 миллионов рублей. Также в этом году задумали реконструкцию очистительных сооружений и насосных станций. По системе канализации капитально отремонтировать мы планируем 60-40 километров трубы. В том числе с возможной заменой более 8 километров трубы. Чтобы было меньше порывов, а из кранов текла качественная вода, в Самаре планируют полностью модернизировать водопроводные сети. Сейчас самарские коммунальные системы разрабатывают инвестиционную программу. Она рассчитана на 6 лет. Техническое задание на разработку уже есть. Остается только утвердить источники финансирования. Лариса Шлафаст, Иван Карпов, ГИС События. Не все в мире измеряется деньгами. Сегодня один из самых вежливых дней в году. 11 января отмечается Международный день «Спасибо». Психологи уверены, слова благодарности, как устные поглаживания, способны успокоить и согреть собеседника. Это учителям и докторам благодарность чаще всего выражают конфетами и дорогими напитками. С общественным транспортом все сложнее. Редко увидишь, когда кондуктора заваливают подарками. «Спасибо», которое сотни раз в день слышит Татьяна Забирова, и на хлеб не намажешь, и в карман не положишь. Но без этого волшебного слова работу свою не представляет. Бывают заблудившиеся пассажиры, так как, допустим, приезжие на вокзале, на ЖД вокзале присаживается, едет в обратную сторону. Проехали часть времени, он говорит, слушайте, а мне вот, допустим, нужно на «Аврору», а мы едем совершенно в другую сторону. Я объясняю, подсказываю, говорю, какие ориентиры. Говорю, пожалуйста, приедите на ту сторону и, значит, уедете туда, куда вам нужно. Туда не ходи, сюда ходи. С лопатой зимой и с метлой летом Сергей Бушуев регулирует движение пешеходов и обеспечивает порядок на городских улицах. В прошлом плотник Сергей Геннадьевич решил освоить новую профессию. Теперь скрип лопаты по зимнему снегу успокаивает душу, говорит Бушуев, и не бушует, когда народ почти не замечает его работу. И дворнику периодически достаются слова благодарности. Люди видят, когда человек убирается, когда по-чистому идут, им очень приятно это, мне кажется, видеть. И подходят, говорят, спасибо вам. Я говорю, да пожалуйста. Я говорю, посыпал вот здесь дорожки, я говорю, пройдите там, чтобы не поскользнуться. Считается, что русское слово «спасибо» произошло от словосочетания «спаси Бог». Немудренное слово благодарности, произнесенное на разных языках, имеет чрезвычайно важное значение для культуры любого народа. Не случайно во многих туристических путеводителях указано слово «спасибо», произнесенное даже с сильным акцентом на языке страны пребывания в разы, увеличивает скорость обслуживания и облегчает взаимопонимание. Евгения Белова, Станислав Левин, ГИС, События. Доброе слово и собаке приятно, особенно, когда она готовится к соревнованиям. Золото, два серебра и три бронзы привезли самарские собаки с открытого чемпионата области по ездовому спорту. Всего на старт гонки вышло более 200 мохнатых спортсменов. В паре с ними многокилометровые дистанции преодолевали люди. Кто кого подгоняет к финишу, узнал наш спортивный журналист. Лыжную базу «Динамо» в новогодние каникулы оккупировали собаки. Породистые – маламуты, хаски, доберманы. С разных уголков страны – от Москвы до Челябинска. Приехали с чемпионата России по ездовому спорту на чемпионат Самарской области. Для них не статус турнира важен, а сама возможность бежать за снеженные километры дорог. Средняя скорость на дистанции – 30 км в час. Должен тренироваться как спортсмен, готовиться полностью как лыжник. И должен при этом еще готовить собаку, чтобы она подошла в наилучшую форму к стартам. Соревнуются собаки в паре с человеком – лыжником или саночником. В нарты по правилам соревнований можно запрячь от 2 до 16 собак. На Самарском дерби решили ограничиться шестеркой. Такой упряжкой проще управлять. А значит гонка получается интересной и динамичной. Чем больше собак, тем длиннее трасса. То есть, например, сегодня двойки-четверки бегут 5 км, а шесть собак – они бегут 10 км. Соответственно, если мы там собираем упряжку, то в двойке будут два лидера, две передних собаки. То, что там у Джека Лондона называлось «вожак». Ну, на деле, как бы это просто самая послушная, самая быстрая, самая адекватная управляемая собака, которая просто нравится махать лавками вперед. Самарское золото вожаки увезли в столицу. Кроме открытого класса. Здесь весь пьедестал заняли местные спортсмены. А хаски и маламуты за успешную гонку в награду по традиции получили сочный кусок мяса. Сергей Кизоркин, Артем Сулайманов, ГИС-события. Все тонкости ездового спорта можно будет узнать, если посмотреть программу «Мастер спорта» на нашем телеканале во вторник на следующей неделе в половине восьмого вечера. Далее в эфире наша постоянная рубрика «Твои друзья». Только за неделю каникул в приют привезли более 40 потерянных животных. Почему в праздники их становится больше, узнавала Евгения Белова. Цвет шерсти и сходство со знаменитой каштанкой. Долго выбирать имя псу не пришлось. Волонтеры назвали его «Каштан». Найденыш отзывается с удовольствием. Волонтеры все же мечтают вернуть собаку прежним хозяевам. Его нашли на Рождество, ночью он бегал, искал своих хозяев, пытался найти хоть кого-то, кто его приласкает и обогреет. Но такой человек нашелся, открыл ему свою машину, запустил и, соответственно, привез в приют. Новогодние праздники – один из самых урожайных периодов для приютов. Собак пугают выстрелы, петард и праздничных салютов. В приюте говорят, часто подростки бросают пиротехнику прямо под ноги животным. Тогда-то даже самые спокойные домашние любимцы забывают обо всем, не слышат ни хозяев, ни собственного разума. «Каштан» в первые дни в приюте боялся громких звуков. Он старенький, плохо видит, но при этом очень веселый, добрый, контактный пес, который с удовольствием общается с людьми, любит детей и, конечно, не хочет жить на улице, только в квартире. Единственное спасение – поводок. И не только по праздникам, говорят волонтеры. Чтобы питомец не потерялся, и хозяева были спокойны. В последнее время в приют часто обращаются с объявлениями о пропаже домашних любимцев. Возможно, и «Каштану» повезет вернуться домой. Самым большим энтузиазмом «Каштан» реагирует на пожилых людей, которые проходят мимо. Возможно, пытается вспомнить прежних хозяев. Посмотрите внимательно. Может быть, он сбежал именно от вас? На этом наш выпуск завершен. Всего доброго!